Уходящий 2019 год для общественной палаты Подмосковья был плодотворным. Здравоохранение, экология, экономика, доступная среда, ни одна сфера не осталась без внимания общественников. Подводя итоги, отметили, что в течение года было проведено более 100 мониторингов предпринимательской деятельности, больниц, контейнерных площадок, объектов доступной среды для инвалидов в Подмосковье. Построены развязки, которые разгрузили все, не все, конечно, переезды, но тоже это очень важная проблема. Переехать в Московскую область, переехать железнодорожные пути, тоже несколько открыто развязок. Так что, ну, мы это все видим, а все это происходило от того, что общественность заявляла, что невозможно, невозможно. Общественная палата тоже работала с правительством, правительство изыскивало на это средства. Работа проходила не только в границах Подмосковья. Общественная палата выступила первой с инициативой помочь жителям Иркутской области. Собрать гуманитарную помощь удалось в кратчайшие сроки. Форумы, сильное, здоровое, чистое, социум, гармонии с окружающей средой – еще одно доказательство общественности не все равно. А фестивали, такие как Подмосковье объединяет, помогают сплотить жителей из разных муниципалитетов. Сегодня у нас пленарное заседание, последнее в этом году. И можно наблюдать, что действительно у нас есть диалог между обществом и властью. То есть сейчас, как сейчас идет заседание, и ты видишь, что люди небезразличны. Диалог с властью общественники поддерживали на протяжении всего года. Направили более 600 рекомендаций в органы власти, ведомства и администрации муниципалитетов. Проблемы озвучивали жители, включая предпринимателей. 2020 год, как отметил председатель общественной палаты Анатолий Таркунов, ожидается еще более плодотворным. В завершение заседания прошла церемония награждения членов общественной палаты благодарностями и памятными медалями губернатора Подмосковья.